Манитоба – канадская провинция, расположенная в центре страны в регионе Канадские приории. Провинция в основном равнина, на ее территории насчитывается более 110 тысяч озер. Для Манитобы характерен континентальный климат. В провинции проживает более миллиона двухсот тысяч человек. Преобладающей отраслью экономики провинции является сельское хозяйство, в основном сосредоточенное в плодородных южно- и западных частях провинции. Кроме того, в провинции развиты транспорт, горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, лесное хозяйство, энергетика, туризм. Торговцы мехом впервые прибыли в эту местность в конце 17 века. Основное заселение происходило в последний третий XIX века и первый третий Хаха века. В 1870 году после восстания на Ред-Ривер Манитоба стал одной из провинций Канады. В 1919 году в Виннипеге прошла всеобщая забастовка. Тяжелое экономическое состояние во время Великой депрессии привело к возникновению одной из главных политических партий провинции – новой, демократической партии Манитобы. Столицей Манитобы является Виннипег. В нем располагаются провинциальные правительства, законодательное собрание, апелляционный суд. Город является крупнейшим в провинции, в нем проживает более 630 тысяч человек. Манитоба – один из важнейших центров украинской культуры за пределами Украины. В городе Гимли проживает крупнейшая исландская община за пределами самой Исландии. География. Манитоба граничит с провинциями Антария на востоке и соскачиван на западе, с территорией Нонавута северо-западными территориями на севере, а также американскими штатами Северная Дакота и Миннесота на юге, а на северо-востоке омывается Гудзоновым заливом. Гидрография. У провинции есть морская береговая линия по Гудзонову заливу. Более 110 тысяч озер занимают около 15,6% территории или 101 593 квадратных километра поверхности. Основными озерами Манитоба являются озеро Манитоба, Виннипегозец и озеро Виннипег. Десятое по величине пресноводное озеро в мире. Некоторые земли индейцев и тайга на восточной стороне озера Виннипег являются кандидатами в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Крупнейшие реки провинции Ред Ривер, Ассинебойн, Нельсон, Виннипег, Хейс, Уайтшелл и Черчилл – значительные территории заселенного юга провинции когда-то были частью доисторического ледникового озера Агасис. В этом регионе, в частности, в долине Ред Ривер, местность плоская и плодородная, есть холмистые и каменистые участки на всей территории края, которые были оставлены отступающими ледниками. Рельеф гора Балди – самая высокая точка в провинции, 832 метра над уровнем моря, а побережье Гудзонова залива является самой низкой точкой. Горы Райдинг, холмы Пимбина и Канадский щит возвышенными районами. Большая часть провинции Северной и Восточной области лежит на гранитном Канадском щите. Щит в основном состоит из возвышенной холмистой местности и содержит много озера рек, активно используемых для производства электроэнергии. Щит также охватывает низины около Гудзонова залива. На территории Канадского щита невозможно поддерживать интенсивное сельское хозяйство. Хотя существует натуральное сельское хозяйство и малые молочные фермы во многих долинах рек и вокруг озер, особенно в южных регионах, тайга охватывает большую часть щита. Регион Канадского щита известен своими обширными запасами полезных ископаемых. Малые складки местности Манитобы были сформированы во время отступления ледника Висконсина в конце последнего ледникового периода. Большая часть низменности Агасис – крупнейшие озерные равнины в Северной Америке. Сельскохозяйственные угодья из-за плоского характера местности требуют обширной системы дренажа. Климат для Манитобы характерен резкоконтинентальный климат. Температура и среднегодовое количество осадков в целом сокращаются с юга на север, а осадки уменьшаются с востока на запад. Манитобы далека от смягчающего влияния обоих горных хребтов, кордильера, палачей и крупных водоемов, а также из-за в основном равнинного пейзажа. Она открыта для холодных масс арктического воздуха высокого давления северо-запада в течение января и февраля. В летнее время воздушные массы часто выходят из южной части Соединенных Штатов, а теплый и влажный воздух идет к северу от Мексиканского залива. В южных частях провинции, расположенных к северу от коридора торнадо, каждый год бывают сильные торнадо. В 2006 году было зарегистрировано 15 таких случаев. 22 и 23 июня 2007 года также были отмечены торнадо, самым большим из которых был смерч пятого уровня по шкале Фудзиты, разрушивший несколько районов Эли. Это был сильнейший смерч, официально зарегистрированный в Канаде. Каждое лето отмечается превышением температуры в 30 градусов Цельсия. Городу Карман принадлежит рекорд по самому высокому индексу температуры с учетом влажности в Канаде. 53. По данным Министерства окружающей среды экологии Канады, Манитоба занимает первое место по количеству безоблачных дней за год. Второе место по ясным дням в летнее время и является самой солнечной провинцией в зимние и весенние периоды. В городе Партид Шлаприри наблюдается наибольшее количество солнечных летних дней в стране. Виннипек занимает второе место по ясным дням круглый год и является вторым солнечным городом в Канаде. В основном зимой и весной. Для Южной Манитоба характерен длинный безморозный сезон от 125 до 135 дней в долине Рет-Ривер. Северные земли провинции находятся в зоне субарктического климата. Этот регион характеризуется долгой и очень холодной зимой и кратким, теплым летом, с небольшим количеством осадков. Ночью температура опускается вплоть до минус 40 градусов Цельсия и морозы стоят несколько дней каждую зиму. Юг провинции Манитоба находится во влажной зоне континентального климата. Для этого района характерна холодная и ветреная зима с частыми метелями из-за открытого характера местности и жаркое лето, которое в этом регионе является самым влажным в области прерий, с умеренным количеством осадков. Юго-запад Манитоба более сухой и более склонный к засухам, чем другие части юга провинции. Этот район характеризуется холодной ветреной зимой и частыми метелями из-за открытости ландшафта. Лето, как правило, теплое и жаркое, с низкой и умеренной влажностью. Лора и фауна восточные, юго-восточные и северные районы провинции покрыты бариальными хвойными лесами, болотами и небольшим участком тундры на побережье Гудзонова залива. Лесо занимает около 263 тысяч квадратных километров, или 48% от площади провинции. Лесо состоят из сосны, ели, лиственницы, тополя, березы и небольших очагов туи западной. Высокотравные прерии доминируют в южной части провинции. Манитоба является ареалом различных видов животных. Область Черчу, где особенно многочисленна популяция белого медведя, часто называют «медвежьей столицей». Другие крупные животные, такие как лоси, олени, волки, водятся по всей провинции, особенно в провинциальных и национальных парках. В Манитобе живет более 145 видов птиц, в том числе бородатая неясыть – официальная птица провинции, а также находящаяся под угрозой исчезновения сапсан. В озерах Манитоба обитает 18 видов промысловых рыб, в частности форели, щука, а также множество мелких рыб. Экология Министерства охраны окружающей среды Манитоба отвечает за экологическое состояние и провинции. В Манитобе существует сеть провинциальных охраняемых природных парков. Кроме того, существует ряд правительственных программ, призванных защитить окружающую среду от загрязнений. Имеется также провинциальная программа высаживания 5 миллионов деревьев за 5 лет. В Манитобе относительно благополучная экологическая ситуация, так как в провинции нет тяжелой промышленности. Основными загрязнителями окружающей среды являются животноводческие комплексы, но существует и ряд проблем с экологией. В 2000 году организация Rural Ground Water Quality Initiative провела экспертизу качества подземных вод в сельской местности путем случайной выборки. Тысяча скважин. Было обнаружено, что 43% из этих скважин не выполнили канадских нормативов качества питьевой воды. То же исследование показало, что 16% скважин превышали нормативы для нитратов. Ученые из Университета Манитоба сделали вывод о том, что необходимо от 4 до 6 раз больше земли, чем есть в настоящее время. Для безопасной переработки жидких отходов свиноферм, накопление фосфора и распространение его во время дождей и тальния снега является одним из основных источников питания сини-зеленых водорослей в озере Виннипек. В 2005 году запрос Freedom of Information показал, что более половины из навозных хранилищ провинции, в которых установлена наземная система мониторинга вод, имеет утечку.